Сегодня в Калининском районном суде начался очередной процесс над Семеном Млодиком. Материалы дела, возбужденного полтора года назад, уместились в 28 томов. Покинув пост директора Челябинского тракторного завода, Млодик буквально на днях возглавил предприятие по переработке древесины в Красноярске. Но похоже, что в Чебоксары он по-прежнему будет приезжать часто. Процесс над экс-председателем совета директоров завода промтрактор-вагон уже сейчас обещает затянуться. Сегодня адвокаты Семеном Млодика заявили о том, что не успели ознакомиться со всеми материалами дела. Защита попросила об отсрочке процесса до середины сентября. Однако представитель потерпевшей стороны утверждает, что в течение двух месяцев адвоката обвиняемого даже не прикасались к томам с уголовным делом. Пять его защитников не приехали ни разу после 6 числа. Я не могу сказать, приезжали ли они знакомиться в суд, но я не думаю, что в канцелярии, если дело было у вас, то вы бы отказали им на знакомлении. Судья перенес заседание на следующую неделю. Напомним, что бывшему топ-менеджеру канажского завода вменяется в вину хищение 270 миллионов рублей. Поначалу это выглядело как вполне легальная сделка. В 2006 году предприятие «Промтрактор-вагон» по указанию «Млодика» приобрело векселя компании «РЖДС-регион». Часть этих средств вернулась в кассу завода. Но 273 миллиона рублей обвиняемому удалось перевести в третью фирму. Хотя ее уставной капитал был не более 2000 рублей. Следствие посчитало, что в данном случае одна экспертиза, про которую я уже сказал, судебно-оценочная экспертиза, которая как раз доказала, как мы считаем, тот факт, что сделка покупки доли уставной капитали коммерческой фирмы, стоимость которой составляла 1111 рублей, и за нее было заплачено 273 миллиона рублей, вот этой экспертизы нам было достаточно для того, чтобы подтвердить данный конкретный факт.